Приветствую всех! Поговорим про создание диалоговых акций с помощью библиотеки Кирилл и языкопрограммирования и СИКИХ СЛЕДСКИ. До этого мы уже занимались библиотекой СИКИХ СЛЕДСКИ, Библиотека Кирилл и языкопрограммирования и СИКИХ СЛЕДСКИ. Разобрали в целом обзор на возможности библиотеки СЛЕДСКИ. Структуру. Посмотрели состав модулей. Структуру каталога библиотеки. Посмотрели, какие могли подключать библиотеков к проекту. Написали большое приложение, которое из себя представляет кошка. С примитивным набором элементов. Графических, с текстовым полем. Два текстовых поля, две кнопочки. Текстовая метка. И попутно разобрались с тем, как выглядит собственно программа. Которая пишется с использованием библиотеки СИКИХ. Что такое объект класса Коапплитейшн. Каким образом формируется нахозка. Коапплитейшн. Поговорили про понятие виджет. Про иерархию классов. И объектов в библиотеке Коапплитейшн. Очень кратко коснулись понятия объектов пол-объект. И собственно сегодня чуть более подробно про это поговорим. Но тема сегодняшних беседов. Диалоговые окна. И сначала надо разобраться. Почему собственно такое название. Почему собственно мы говорим про диалоговые окна. Для того чтобы это понять. Давайте разберем пример. Какого нибудь приложения. Ну вот например. Здесь есть главное окно. Оно собственно призвано выполнять основную функцию в приложении. В случае редактирования текстовых панелей. И главное меню. Панель управления. Вкладки. И в общем то. Все понятно с этой функцией. Но на этом окне. Как можно заметить. Такой отличительной особенности. Отсутствуют. Известные большинству. Элементы графические. С которых собственно. Начинается изучение графического интерфейса. Всяческие поля. Для ввода текста. Кнопочки. Выпадающие списки. И так далее. Найти их можно в этом приложении. То есть. Это не означает. Что. Создатель приложения их игнорирует. Вот. Например. Мы открываем. Вспомогательную окно. Где. Четбоксы. Так называемые. Присутствуют. Есть некий список. Можно выбирать. Тут. Всякие настройки. Здесь кнопочка. Floss. То есть. Создатель приложения. Не игнорировал. Эти элементы. Создатель приложения. Здесь. Они. Как бы. Исключены. То есть. Как правило. Такой. Отличительной особенности. Главного окна. Мы видим. Что. Оно. Не содержит. Такого рода. Ну. Конечно. В виде исключения. Можно привести. Тотал командора. Где такие элементы. Все таки есть. Вот. Выпадающий список. Вот. Другой. Выпадающий список. Который. Можно также вводить значение. В основном. Когда нам нужно получить. Обратную связь. От пользователя. В части. Касающихся. Настроек. Приложения. Ввода данных. Получение. Какого-то мнения. Пользователя. Хочет. Он продолжать процесс. Не хочет. И так далее. Хочет вспомогательные окна. Которые призваны вести. Диалог с пользователем. И вот. Собственно. От этого. Понятия. И пошло название. Диалоговое. Окно. И. Собственно. В широком смысле. Рассматривать. Что такое. Диалоговое окно. Окно. Это некоторое окошко. Вспомогательное окошко. Или область. На каком-то другом. Окне. Где. Осуществляется. Диалог с пользователем. Получение информации. Получение. Ответов. На некоторые вопросы. Которые требуются. Для продолжения. Работы. В приложении. Окошко. Но есть. Понимание. Диалогового окна. В более узком смысле. Более конкретном. Например. Если мы. Откроем. Файловый диалог. Программный отпад. Попробуем. Попробуем. Переключиться. В главное окно. Произойдет следующее. Ничего. Мы не сможем это сделать. То есть. Ничего не произойдет. Окошко диалоговое. Замигает. Таким образом. Символизируя нам. Что надо бы сначала. Завершить вот этот диалог. И потом уже. Прийти главному окну. Такой способ. Открытие окна. Называется. Модальная. Способ. Открытие окна. И. Понятие модального окна. И диалогового окна. Они в этом смысле. Тесно. Связаны. То есть. Как. Иногда. Диалоговое окно. Подразумевается. Что это окно. Которое запускается. В модальном режиме. Но. Как я уже. Сказал. В общем смысле. Мы можем. Диалог. Пользователем реализовать. И с помощью. Обычного окна. Немодального. Применительных. Библиотеки. С помощью. Обычного. Виджета. Или. Виджета. Купрей. Как вот здесь. Мы сделали. В общем то. Получается. Что. Окошко. Которое. Оно очень похоже. На диалоговое. Мы что то здесь вводим. Потом. Дальше. Либо нажимаем. ОК. Либо. Таким образом. Сообщая. Согласны. С тем. Что мы здесь ввели. Или не согласны. Окошко. То есть. Собственно. И ведем. Некоторые диалоги. И вот. Создание. Такого рода. Вспомогательных. Окошек. И будет. посвящена. Сегодняшней. Беседе. Как нам. Создавать. Диалоговое. Для этого. Нам. Потребуется. Класс. 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 Библиотеки. Кьют. Который. Реализует. Диалоговые. Окна. Можно его. Посмотреть. Здесь. Вот. Онлайн. Документация. Открыл. Описание. Этого. Класса. Увидеть. Имеет. Набор. Методов. И. Вот. Внимание. Наше. Надо. Обратить. На. Методы. Эти. Например. Метод. Экзэ. Другие. Методы. Тоже. Потом. Разберем. Метод. Экзэ. Давайте. Откроем. Документацию. В этом месте. Посмотрим. Что это за метод. В писании. Указывается. Что. Нет. Метод. Открывает. Диалоговое. Откно. В модальном режиме. Блокируя. То есть. Блокируя. Все остальные. Все остальные. Работы. Приложения. До тех пор. Пользователь. Не завершит. Работу. Это. Как раз. Та реакция. Которую. Мы сейчас. Наблюдали. Но. При этом. Указано. Что. Вообще. Есть. Другие. Метод. Шоу. Который. Который. Когда мы создавали наше первое приложение. Мы использовали этот метод для того, чтобы просто показать. Созданный нами окошко. Таким образом. Диалоговое окно. Оно может работать в режиме обычного окна. И может в режиме модального окна работать. Что нам нужно. Собственно. Собственно. Для того, чтобы продолжить проект разработки этого вспомогательного окно. Сделать его диалоговым. Наполнить другим функционалом. что нам надо сделать теперь, чтобы создать диалоговое окно. Укроем проект. И добавим сюда для начала пустое диалоговое окно, которое просто покажем на экране. в этом мы создали объект. Теперь отобразим его на экране методом EXEC. На эту строчку покажем иммунитировать. Вроде бы все. Пробуем собрать проект. И продолжим изучение документации. Есть методы кроме EXEC, ACCEPT и REJECT. Мы как бы разбираем группу методов, которые объявлены как слоты в соц. Проектом, что такое слоты мы поговорим по фории. А сейчас все-таки разберемся, что значит ACCEPT и REJECT. Ну, это значит принять. Как вам непонятно. И название этих методов могут навести нас на мысль, что диалоговое окно, результат открытия диалогового окна может быть двояки. Либо удачный, либо неудачный. Удачный, когда пользователь согласен с тем, что он устроил в этом диалоговом окне, ввел такие данные, включил настройки, нажимает ОК. ОК. Результат успешный. Пользователь принимает это. Либо пользователь считает, что нет, он не хочет сохранять или принимать те настройки, действия, которые он сотворил. И тогда он нажимает Pencil, и у нас результат третья. Ну, или когда вопрос какой-то задается, с помощью диалогового окна, хотите ли вы продолжить сохранение, не хотите, также могут быть использованы эти конструкции. Если посмотреть описание метода, то тут представлена следующая информация, что скрывается модальное окно, устанавливая результат работы диалогового окна как Asset. Ну, то есть, собственно, то, что я только что сказал. Вернемся в проект, посмотрим, что получилось. Получилось пустое диалоговое окно. Если его сравнить с тем приложением, которое мы уже сделали, то видно, очевидно, видно или очевидно отличие. Здесь у нас есть клавиши «Свернуть», «Развернуть» на весь экран, «Закрыть». Здесь клавиши «Помощи» и «Закрыть». Таким образом эти настройки меняются, конечно. Здесь можно поменять всегда, но настройки по умолчанию, которые здесь у нас выставлены, намекают пользователю, то есть программисту, о том, что это диалоговое окно, оно должно использоваться как вспомогательное. Не нужно его сворачивать, потому что оно, как правило, запускается модально, и пока диалог не завершён, не зачем его сворачивать. Не нужно его разворачивать на весь экран, потому что элементы, которые здесь отображены, они, как правило, полностью композиционно здесь размещаются, без пускных мест, без возможности это всё расширять. Ну, иногда, конечно, размер менять можно. Ну, опять-таки, зависит ещё от размера экрана. Но на весь экран разворачивать нет смысла, чтобы было понятно, что это вспомогательное окно. Мы сейчас с ним поработаем, закроемся и вернёмся в главный окно. Вот сейчас произошло, что я смог вернуться в другое приложение, потому что это было в другое приложение. Если бы это окно было главное для текущего приложения, то я бы это сделать не смог, потому что был вызван мир от Exe. Теперь давайте попробуем закрыть. Закрываем. Это не сворачиваем нам пока не видно. И видим, в пределах обработки, чтобы приложение не завершилось. Это вторая подсказка. Цикл обработки событий, которые запускаются в объекте Cretion, ждёт, когда у нас будет закрыто главное окно, которого у нас нет. Потому что диалоговое окно, оно вспомогательное. Оно закрылось, но цикл обработки событий это ни о чём не говорит. Он ждёт, когда будет закрыто главное окно, а его у нас нет. Поэтому мы написали некорректное приложение, которое никогда не завершилось. Здесь бесконечность будет крутиться до тех пор, пока мы процесс не убьём. Это, конечно, неприемлемо. Поэтому мы на будущее сделаем доработку нашего кожа. И создадим какое-то главное окно, например, на основе виджета. И также отобразим его на экране. Вот такой код попробуем скомпулировать. Продолжим беседу дальше. Кроме того, что нам нужно это окно сделать диалоговым, неплохо бы какую-то реакцию осуществить на нажатие клавиш, и какие-то действия поднести с данными, которые здесь были введены пользователям. Тогда это будет полноценный диалог. Чтобы это сделать, нам нужно понять, какая реакция, как обрабатывать реакцию пользователя на нажатие клавиш, когда он мышью что-то нажимает или вводит данную стройку. Проверим, что у нас получилось. Допустилось одновременно два окна. Одно главное, несмотря на то, что оно маленькое, оно все же главное. Переключиться мы в него не можем. Мы не можем переключиться в это окошко. А вот диалоговое окно у нас отображено. И пока мы его не закроем, мы не вернемся в главное окно. Закрываем, возвращаемся в главное окно. Можем теперь с ним поработать. Но особо тут ничего не делаешь, потому что это всего лишь секторами. Закрываем окно. И наше приложение завершается корректно. То есть мы написали, вернулись к корректной работе приложения. И теперь будем дорабатывать наше диалоговое окно, чтобы оно было не пустым. А все-таки содержало себя тот функционал, который здесь у нас уже был. Как нам поменять код, который здесь уже у нас есть. Содержит в себе реализацию окошка. Если посмотреть еще раз на внешний вид класса, что в нем присутствует. Он, в общем-то, очень похож на тот класс, в котором он отнаследовался. Конструктор похож. Набор методов каких-то дополнительных есть. То есть, в общем-то, можно предположить, что мы можем отнаследоваться от этого класса. Так же хорошо, как мы отнаследовались от класса, например, к Украине. То есть поменять класс предок. Здесь поменяли. Вот это объявление пока лишнее. Вернемся к Мишине. И, естественно, в реализации тоже посмотреть, нет ли у нас где здесь. Вот конструктор «Промолчание» и «2Pay». Здесь мы видим, конечно, тот компьютер, от класса которого мы наследуем. Ну и, собственно, там, где у нас точка входа. Нам надо создавать не пустое окно, а то, которое мы настроили, наполнили набором измерений. Изменили. Все остальное у нас сохраняется в том виде, в том момент. Пробуем собрать проект. И продолжаем беседу о том, как же нам обработать реакцию пользователя. Как отсоединить нажатие клавиш мыши или ввод данных реакций. Обработка этих событий, поскольку это устройство ввода, обработка этих событий занимается операционная система. И если мы напрямую будем работать с системными библиотеками операционной системы, например, Windows это WinAPI, то мы можем это вполне сделать, как, в общем-то, и все остальные действия по созданию графического интерфейса. В частности, можно поискать в интернете статейки на эту тему. Например, создание окна на чистом WinAPI. Как это делается? Ну, вот здесь приводятся различные примеры. Примеры кода. Create Windows, например. Есть более коротенькие сообщения на эту тему. Вот. Создание окна. Create Windows. Как и в библиотеке Qt, вообще эта концепция достаточно стандартная. Графические элементы, они все представляют собой, по сути, такие прото-окна. Например, кнопка это тоже окошечка. Просто специальным образом нарисованная и настроенная. Вот здесь пример создания этой кнопки. Но, в отличие от библиотеки Qt, WinAPI здесь используется процедурное программирование. То есть, есть функция создания окна, есть callback функция, то есть реакция на нажатие кнопки. Дальше это связывается одно с другим. И, таким образом, реакция на нажатие виртуальной кнопки обрабатывается. Вот есть пример более содержательный. Как выглядит ход WinAPI. Создание небольшого окошечка. С помощью WinAPI. Здесь с описаниями, со всеми делами. Вот. То есть, в общем-то, можно писать этот код. А можно доверить написанию этого кода каким-нибудь сторонним разработчикам, например, разработчикам библиотеки Qt, которые за нас этот код написали и делали оболочку объектно-ориентированную, которую мы можем использовать для того, чтобы также обрабатывать сообщения или события подходящие от операционной системы, такие как ввод данных из устройств ввода, таких как клавиатура или мышь. Можно пойти дальше. И стандартные действия, присущие элементам ввода, стандартным, например, таким как кнопка, выпадающий список и прочее, заранее написать и обработку этих действий. И дальше связывать эти действия с реакциями, то есть с обработкой этих действий, с реакцией с обработкой этих действий, уже не обращаясь к средствам операционной системы, а внутри приложения. Таким образом, получается, у нас есть два, мы можем выделить два подхода. Один подход – обработка действий пользователей с помощью средств при обращении к операционной системе и с помощью средств без обращения к операционной системе. Обращение все равно будет происходить, но программист этого и будет у себя наблюдать в своем кодике. Написал. Получается, как бы, два уровня абстракции. И тот, и другой – это уровень абстракции. Ну, просто разной глубины уровней. Уровень, когда мы имеем дело все-таки с событиями от операционной системы. В библиотеке Q, так и называется, обработка событий. А более высокий уровень, когда мы стандартные действия уже обрабатываем внутри приложения без обращения к событиям операционной системы, это уровень сигналов и слотов. Есть соответствующий раздел документации. Так и называется, сигналы и слоты. Вообще говоря, эта концепция сигналов и слотов, она не обязательно применима к диалоговым окнам. Но на примере создания диалоговых окон ее проще всего рассмотреть, потому что сразу видно применение. Что такое сигналы и слоты? Это некоторые абстрактные объявления биотеки Q, которые выглядят в коде как методы классов, как правило. То есть есть метод, который называется сигнал, относится к сигналам, не называется, а относится к сигналам. Есть методы, которые относятся к слотам. Повращаясь в описание класса диалог, мы увидим, что у него есть слоты, есть сигналы. Далее происходит соединение сигналов и слотов. Что их соединение означает? То есть если в некотором объекте произошло событие, которое привело к возникновению сигнала, это уникло абстрактного понятия, сигнал и впустился из объекта, то на этот сигнал среагируют объекты, которые подключены к этому сигналу соответствующими слотами. Поскольку слоты также являются методами, эти методы будут вызваны. То есть один объект, в нем что-то произошло, например, кнопка, виртуальная кнопка была кликнута указателем мыши, в котором пользователь кликнул указателем мыши по некоторой кнопке, кнопка выпустила сигнал, и программист, который писал программу, он сигнал этой кнопки подсоединил к каким-то слотам других объектов. Эти слоты были вызваны как методы этих классов и, собственно, выполнены. Как мы видим, здесь нет никаких обработчиков событий операционной системы, они все спрятаны внутри вот этих всех конструкций, и вот этот абстрактный уровень взаимодействия объектов внутри программы он в большинстве случаев является достаточным для того, чтобы объекты между собой взаимодействовали. и механизм сигналов слотов вполне удобно, быстро, хорошо работает, ну, конечно, быстро с точки зрения работы пользовательского интерфейса. Давайте разберемся, каким образом воспользоваться этим механизмом в нашем проекте, чтобы обработать сигнал от пользователя или реакцию от пользователя нажатием на наши кнопочки. Попробуем запустить приложение, которое мы скомпелировали, еще раз проверить, что у нас теперь диалоговое окно стало тем, что мы от него ожидаем. Да, вот с некоторой задержкой, но диалоговое окно у нас появилось. Оно Оно у нас работает в модальном режиме. Мы в главное окно переключиться не можем. Все-таки это окно я закрою, оно стало мешать. Оно стало диалоговым. То есть здесь пропали кнопочки разворачивания, разворачивания на весь экран. Появилась кнопочка, спасительный знак. Как я уже сказал, это все меняется, но поскольку по умолчанию все, вот мы видим, что действительно получилось диалоговое окно. Если мы это окно закроем, кнопки по-прежнему пока не работают, а вот крестик работает. Закроем, мы вернемся в главное окно. Вот оно у нас такое. Теперь я его тоже закрою, приложение завершается. И перейдем к тому, чтобы реализовать реакцию на нажатие виртуальных кнопок. итак, для того, чтобы нам это сделать, нам нужно в нашем классе, который мы создали, создать слот. То есть слот – это обработка реакции на упускание сигнала. Слоты реализуются чаще, чем сигналы, но сигналы тоже можно самому реализовать. Для того, чтобы реализовать слоты в нашем классе, нужно, во-первых, в классе объявить макрос, включить в объявление класса макрос QObject, вот такой вот подсеркновенный объект. Ну и, собственно, раздел создать новый слот, в котором все объявленные методы, которые в этот раздел попадают, они будут автоматически признаваться как слоты. как слоты. Слоты могут быть как паблик, так и привейт, так и протектор. То есть, в общем-то, для слотов это не запрещается. Сигналы, они, как правило, паблик, потому что делать сигнал привейт не имеет смысла. Что произошло? Вот мы добавили макрос QObject, добавили слоты. У нас объявился метод Operate, я его назвал. А макрос включил в объявление класса набор методов. Вот их можно здесь посмотреть в списке. Ну, заострять особо на этом внимание сейчас не надо. Важно, что эти методы теперь включены в объявление класса. И теперь у нас появился класс, в котором есть слоты. Мы можем постараться среагировать на нажатие кнопки вот этим слотом. Для того, чтобы это сделать, нам нужно посмотреть, что из себя представляет класс FullHbutton. Тот класс, который мы используем для реализации кнопки. Он наследуется от класс abstract button. Если мы посмотрим класс abstract button, то у него есть сигналы. Click, Press, Release, Tag. Из названия понятно, что это означает. Например, клик это когда мы коротким нажатием щелкаем по кнопке. Пресс, когда мы нажали на кнопку. То есть, опускает сигнал, когда мы нажали на кнопку. Релиз, когда мы ее отпустили. Нам удобнее будет среагировать не в момент, когда мы нажали на кнопку, а когда мы ее отпустили. То есть, как бы кликнули, но не коротко, а с некоторой оттяжкой. Давайте такую реакцию реализуем. Для того, чтобы ее реализовать, вернемся к картинке. Прежде чем у нас это все заработает, нам нужно сказать программе, что эти сигналы слот сведенены. И, собственно, для этого используйте метод Connect. В целом, если еще раз посмотреть на картинку и подумать, как бы мы сами реализовывали этот механизм, то, в общем-то, никакой магии тут тоже нет. Можно самому написать код обработки нажатия клавиши мыши, понять, вычислить область, куда нажатие, где нажатие произошло, понять, какой объект был над этой областью, посмотреть, какую реакцию мы хотим при нажатии на этот объект, связать эту реакцию с тем объектом, с которым мы эту реакцию реализовали и выбрать соответствующий метод соответствующего класса. Это все можно самому такой код написать. Но, поскольку это все, в общем-то, для всех объектов будет достаточно стандартно, то, опять-таки, этот код написан разработчиками библиотеки Qt за нас. Он состоит как бы из двух частей. Первое – объявление. Даже, получается, из трех можно так сказать. Первое – объявление сигнала слотов. Второе – соединение, которое происходит в момент запуска программы. Это важно. Не в момент компиляции, а именно в момент запуска мы соединяем сигнал со слотом. И дальше, когда у нас возникает событие, приводящее к отпусканию сигнала, именно слово «пускание», потому что есть слово английское «эмит», то есть оно, в общем-то, это означает. Дальше это событие приводит к срабатыванию слота. Это тоже надо реализовать. И вот первое, что нам надо сделать, мы объявили после того, как мы объявили сигналом слоты, нам нужно осуществить вот это соединение. Оно, как правило, осуществляется внутри конструкторов графических элементов. В частности, в нашем диалоговом окне можно написать в конструкторе вызов метода connect, который означает следующее. Сначала задается указатель объекта, который выпустил сигнал. Дальше, собственно, какой сигнал был выпущен. Если посмотреть на эту конструкцию сигнал, это макрос, который вызывает функцию full flag location. и дальше идет конструкция, которую могут разобрать только на такие VKC. Если посмотрите внимательно, то поймете, что делается вот этим макросом. Но важно знать, что называется как раз функция full flag location. Дальше указывается диск в данном случае. это объект, куда придет сигнал, у которого есть слот. Почему здесь? Потому что мы у этого класса реализовали, собственно, слот, с которым мы будем связывать нажатие клавиши. И четвертым параметром указывается второй макрос, точно такой же, как второй параметр. здесь уже указывается слот, который будет вызван. То есть, вызов вот этого метода приведет к тому, что нажатие впоследствии после вызова этого метода клик по кнопке ОК приведет к вызову метода ОПЕРОВИ, который нам тоже надо реализовать. здесь я подготовил уже код реализующий этот метод. Он будет достаточно простой. Он будет очищать у нас текстовые поля, которые присутствуют на нашем окошке. Попробуем собрать этот код и посмотреть, что же у нас получится. пока можно пойти чуть дальше, пока собирается код, и посмотреть, где у нас вот эта реализация сигнала кислотов присутствует. Метод CONNECT это статический метод класса QObject. Код первый раз всплывает в сегодняшнем представлении класс QObject, то есть базовый класс для большинства классов библиотеки, в котором, оказывается, реализуется в том числе взаимодействие через сигналы и плоты. То есть мы можем написать собственный класс, который никакого отношения не имеет к графическому интерфейсу, но если отнаследовать его код объекта класса QObject, там также можно создать сигналы, слоты и реализовать взаимодействие внутри объектов своей программы, как мы этого хотим или захотим. Кроме этого, можно посмотреть, что вот метод CONNECT, во-первых, тут разные варианты метода есть, сокращенные и несокращенные, в том числе есть варианты с пятью параметрами, некоторые CONNECTION TYPE, это более сложные варианты соединения объектов, сигналов и плотов, которые обычно используются там, где у нас многопоточное программирование присутствует. Ну, сейчас не будем на это отвлекаться, а вернемся в проект и попробуем выполнить то, что получилось. По-прежнему у нас отобразится должно два отводка, вот главное показалось, появилась задержка почему-то у нас отображение диалога в окна, но мы работаем в режиме откладки, поэтому медленно работаем. И теперь у нас введенный текст в текстовое окошко должен очищаться по нажателям клавиши ОК. Нажимаем клавиш ОК и ничего не происходит. Ну, не очень усыпчивые, в данном случае, программисты, посмотрев на это, могут сказать, что библиотека не работает, пойду какую-нибудь другую. Но мы не такие, мы попытаемся разобраться, почему это происходит. Во-первых, для начала попробуем обладать программу. Для этого возьмем, найдем, где у нас реаленовый мерный копирейт, поставим здесь брейкпоинт, переключимся в диалоговое окно и попробуем понажимать. Ничего не происходит, брейкпоинт не срабатывается, то есть вызов метода не происходит. Что же делать? Давайте посмотрим, воспользуемся нашим средством разработки и откроем вспомогательная фотка Output. Почитаем внимательно, что тут написано. Тут много сообщений. и среди них есть сообщение, которое выдал собственно метод Connect. NoSuchSlot Window Operate InWindow . Получается, что несмотря на то, что мы создали метод, вроде обозвали его как слот, система не обнаружила его. И в этом смысле непонятно почему так произошло. Потому что компилятор у нас отработал. Давайте завершим положение. Компилятор отработал, ошибок не было. И вот только в некотором второстепенном окошке, в отладочном выводе, у нас возникло вот это сообщение, что нет плота. Хотя он есть. Вот он, он объявлен. все отвечает. Загрузка кроется вот в этом макросе. Как можно видеть, здесь объявлен достаточно большой перечень методов вспомогательных, которые тоже очевидно что-то реализуют. Мы их здесь объявили, но больше они у нас нигде в ходе не присутствуют. И уже странно. То есть, раз мы объявили в классе, значит, они должны быть реализованы. Если у нас компилятор не ругается на такую ситуацию, это значит, что методы не запускаются, не вызываются. Получается, что что-то мы сделали не так. Что мы сделали не так? Я не зря сказал, что важно, что соединение сигнала-платов происходит уже в момент запуска. Вот этот метод Connect, он проверяет, есть ли вот эти конструкции, то есть, они здесь и приглядят, они включают в себя не только методы, но и дополнительные структуры данных. Если они не пустые, то тогда они сообщают это метод Connect, наполнение этих структур, что такой слот присутствует, и показывают ссылку на соответствующий метод. Если этих конструкций нет, они не реализованы, то есть, они по умолчанию наследуются от класса Dialog, в Dialog ничего не известно про слот Operate, значит, этого слота нет. И то же самое произойдет, если мы здесь уберем, например, ошибемся в названии плота, такой же будет результат. То есть, компиляция пройдет успешно, потому что название слота попадет в макрос, преобразуется в строки, и, в общем-то, компилятор это съест абсолютно нормально. А вот в момент запуска приложения возникнет такая ошибка, что слот неизвестен. Почему это происходит? Потому что реализация вот этого механизма, о котором мы разговаривали пока компилировался проект, она тоже требует наличия некоторого хода. Этот хода стандартный, поэтому заставлять программисты его писать бессмысленно и проще его вставлять уже готовым. Вот для того, чтобы вставлять готовый код, который реализует механизм сигналов слотов, требуется дополнительная утилита, которая поставляется вместе в библиотеке Qt, и называется она мета-объектный компилятор, в упрощенном MOC. Он размещен в каталоге BIM библиотеки Qt. Вот он. Это обычная консольная утилитка, и с помощью нее можно генерировать недостающий код, объявленный в макросе Qt. Давайте это сделаем. Для этого перейдем в папочку нашего проекта. Для генерации кода нам потребуется заголовочный файл, в котором есть этот макросе Qt. И, собственно, мета-объектный компилятор. Я запущу консоль для того, чтобы было видно работу этого мета-объектного компилятора. Папка BIM библиотеки Qt добавлена у меня в переменное окружение пап, поэтому я его могу запускать не используя полный путь. В качестве входного файла будет передан файл QWidgetH, или QWINDOWH, а выходной файл я назову MOC файлом. MOC, подчеркивание, Windows. Поскольку это будет код, то расширение у него будет C++. То есть код на языке C++. Запускаем. Получаем. Получаем вот файл MOC у Windows. Почему-то я его назвал Windows. Я его переменил в Windows. У нас окошко в единственном числе. Все, консоль нам больше не нужна. У нас получился файл с исходником. Его необходимо добавить в проект. Что мы и проделаем. Вот он у нас появился. Давайте его откроем и посмотрим, что он из себя представляет. Внимательные зрители видят, что в общем тут название вот этих конструкций, которые были объявлены в заголовочном файле, они повторяются. В частности, тут есть метод static, метод call, который вызывает тот самый метод оперейки, который является у нас флотом. Ну тут код достаточно коротенький, потому что у нас флотов немного, всего один. И теперь у нас соединение должно пойти успешно в сигналы флота. Давайте заодно создадим еще одно соединение, которое по нажатию кнопки cancel соединяет тот же сигнал кнопки release, только уже относящийся к кнопке cancel, к слоту close. А где же этот флот close? Его у нас тут вроде как нет. Мы его не объявляли. А он объявлен в классе виджет. Вот он, close. Ну здесь у меня немножко не та страничка открылась, но это не важно. То есть этот слот пришел в наследство от класса QWidget. Где-то здесь его можно найти. Сейчас не будем на это время смотреть. То есть у нас как бы, несмотря на то, что здесь мы реализовали один слот, их много, потому что они отнаследованы от других классов. Вот здесь QDILOG, а QDILOG как QWidget и все слоты, которые там есть, паблик и протектор, они пришли к нам. Очевидно, этот метод close, он же является слотом, он же является и методом, но он закрывает окно. Поэтому мы вот таким образом создадим два соединения, которые у нас будут реагировать на кликанье по виртуальным кнопкам нашего открытия. Компеллируем. И разбираемся дальше. Пока что мы написали реакционное нажатие клавиш, но не связали это с функционалом модального диалога у вас на. То есть все то, что мы проделали, это в общем-то можно было проделать и в обычном окошке, в любом другом. То есть механизм сигнала слотов работает для любого виджета. Более того, я вначале сказал о том, что механизм реализован в классе QDILOG, а это значит, что можно создать класс, ни с такого отношения не имеющий к графическому интерфейсу, в котором все равно будет работать этот механизм. Поскольку он достаточно прост с точки зрения используемый. Наглядя у нас есть набор методов Connect, мы видим здесь чем-то что соединено. И реализовываем это в соответствующих методах. Пробуем запустить подготовленное окно уже с реакцией. Посмотрим, что получилось. Итак, окошко. Пробуем вводить данные. Нажимаем ОК и данные пропадают. То есть происходит именно то, что мы здесь реализовали в нашем методе класса. Нажимаем Pencil и у нас происходит закрытие диалога у вас на. То есть то, что мы хотели, остается только главное. Теперь, задумка зачем, собственно, я добавил это главное окно. Для того, чтобы проверить реакцию. Или, точнее, не реакцию, а результат. Открытие и работы в диалоговой масле. Вернемся в описание. Диалог. Итак, у нас здесь есть слоты. Ассепт. Вернемся. То есть неплохо бы, чтобы у нас не просто окно открывалось, закрывалось, но и эта реакция каким-то образом передавалась вовне. И, собственно, мы открывали уже описание этого метода. Ассепт у нас как бы завершает окно в положительном ключе. В положительном ключе. Пользователь удовлетворен работой. Режек в отрицательном ключе. Пользователь не удовлетворен работой. То есть мы можем использовать эти методы для того, чтобы таким образом показывать результат работы. Метод. Метод. Режек. Можем использовать вместо метода корусы. А метод ассепт добавить в исходный код слота оперейки. И, в общем-то, результат никак не изменится. То есть окно по-прежнему будет работать. Почему? Потому что мы запускаем наш метод, но никак не обрабатываем результат. Для того, чтобы нам обработать результат, нам надо посмотреть еще раз на описание метода EG. Метод EG. Он не просто открывает окно и ждет, когда пользователь его закроет, а еще возвращает некое значение. DialogCode. Смотрим, что это за DialogCode и, о чудо, значение два Accepted Rejected. Один и ноль. То есть мы можем обработать результат, который возвращает метод EXEC. Если у нас Accepted, то сделать какое-то одно действие. Если Rejected – другое действие. Давайте попробуем это сделать. Для того, чтобы в работе приложения было видно, какую мы клавишу нажали, мы будем устанавливать это в той нашем главном окне, которая является методом. Зачем? Наконец-бо. Конечно. Наконец-то. О, Чая? О, Чая. Что? Следующий. Субтитры директор. Субтитры директор гноли. Делаем наш дом кál. Это фейдректор гноли. То есть, что мы сделали, мы запустили диалоговое окно. Тогда оно закроется, эта функция нам должна вернуть результат. Если у нас результат положительный, мы устанавливаем отметку отрицательную пенсию. Давайте попробуем собрать приложение. Пока оно собирается, поговорим про то, какие диалоги, диалоговые окна существуют. Если приглядеться на описание класса диалог, то здесь есть наследники. ColorDialog, ErrorMessage, FileDialog, FontDialog, InputDialog и так далее. MessageBox. То есть, в общем-то, набор стандартных диалоговых окон, которые часто используются в приложении для выбора файлов, выбора цвета, вывода сообщения, задания вопроса и так далее. Они, в общем-то, реализованы за вас и не нужно мучиться их реализовывать заново, если только у вас не какая-то специфическая реакция. Более того, эти все диалоговые окна имеют настройки дополнительные, в которых можно поковыряться, посмотреть, что можно настроить, что можно установить и настроить диалоговое окно так, как вам надо. Потому что эти диалоговые окна одновременно являются и обычным CoolDialog объектом и объектом CoolWidget. То есть, имеют все их свойства. Так что, разбирайтесь, читайте документацию, используйте активно уже готовые диалоговые окна, а потом, если не можете их использовать, тогда уже делайте свое. проект скомпилировался, запускаем. Видим привычное главное окно, коряненькое и маленькое. И видим диалоговое окно, красивое, автоматированное настроение. Пробуем с ним работать. У нас только есть одна попытка. Либо ОК, либо Cancel. Потому что назад у нас запуска этого диалогового окна в главном окне не реализовывается. Нажмем ОК. Диалоговое окно закрылось, а в главном окне появилась надпись ОК. Таким образом, вызов соответствующего флота в методе OperatorSet привел к тому, что у нас появилась надпись ОК. Для частоты эксперимента проверим другую еду. Запустим. Нажмем Cancel. Окно закрылось. В главном окне появилась надпись. Таким образом, мы познакомились с тем, как реагировать на стандартные события, возникающие в стандартных графических элементах, посредством механизма сигнала флотов. Как я говорил, сигналы можно создавать и самому. То есть, несмотря на то, что реакции вроде бы стандартные, можно самому в некие заранее предопределенные реакции делать и обрабатывать их с помощью механизма сигнала флотов. Ну, про это мы говорить сейчас не будем, поскольку курс достаточно обзорный. Вот. Можете сами разобраться. Документации достаточно много в интернете и книжке. А вот дальше. Дальше нам нужно разобраться с тем, как обрабатывать события от устройств ввода, в частности, не только, как правило, которые у нас события генерирует операционная система, на более низком уровне, на уровне обработки событий в библиотеке Qt. И это будет в следующем видео. Спасибо. 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 Спасибо.